О том, сколько предстоит учиться в новом учебном году, что же надеть на 1 сентября и как быть, если дневники станут электронными, школьники гадали долго. Сегодня они получили ответы на многие свои вопросы. В городе прошел брифинг руководителей образования области и города, на котором многое прояснилось. Первая новость – одна из самых горячих. Единый стандарт школьной формы будет введен только в следующем году. Я особо хочу подчеркнуть, что единый стандарт вводится только в следующем году. Кроме того, школы совместно с родительским комитетом решают, какая форма будет у них. Но при всем этом заставлять родителей приобретать форму у того или иного поставщика той или иной фабрики никто не имеет права. Мы не лоббируем ничей интерес. Если родители столкнутся с подобным, могут обращаться к нам на официальную страничку в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram. Могут написать нам в отдел, а могут просто забросить письмо в ящик для анонимных обращений. Учиться пять дней, увы, будут только первоклашки. Но и для старшеклассников есть хорошая новость. Так как электронные дневники пока только вводятся, возможность замазать плохие оценки пока есть. Обычный дневник покупать все же придется. Учебники же будут выдаваться бесплатно, вот только не всем. Ученики четвертых, пятых, шестых и одиннадцатых классов будут обеспечены учебниками на 90%. То есть некоторые учебники покупать все же придется. По остальным параллелям ситуация похуже. Но дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, учебниками будут обеспечены в полном объеме. Что ученики любят в школе больше всего? Правильно, столовую. К слову, в этом году работа школьных столовых будет контролироваться специальным попечительским советом, в который помимо чиновников и депутатов войдут блогеры, журналисты и представители общественности. Надеемся, что школьная кухня теперь придется по вкусу самым отъявленным привередом.